Завершился первый день работы 14-го пленарного заседания Сената Али Мачлиса Республики Узбекистан в форме видеоконференц-связи. За ходом обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, следила и наша съемочная группа. В первую очередь, согласно повестке дня, рассмотрены отчеты Кабинета министров об исполнении в первом квартале текущего года госпрограммы по реализации стратегии действий 17-21 в год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения, о деятельности органов прокуратуры, счетной палаты Центрального банка Республики Узбекистан в 2020 году. Отмечалось, что пандемия, безусловно, внесла определенные коррективы в их работу в частности. Основное внимание было уделено реализации беспрецедентной и масштабной пакетомер, определенных решениями президента, которые были направлены на поддержку населения и бизнеса, а также на восстановление экономической активности за счет снижения негативного эффекта коронакризиса на финансово-экономическую деятельность как предприятий, так и банков. В первую очередь в создании условий для коммерческих банков по пролонгации кредитов, выданных населению и предпринимателям до 1 октября 2020 года. Кроме того, пандемия и карантинные меры обозначили необходимость изменения и совершенствования клинитоориентированных подходов банков, улучшения качества банковского обслуживания, посредством развития дистанционных каналов банковского обслуживания. То есть это развитие мобильного приложения, различных сервисов, то есть онлайн-сервисов, платежных и кредитных услуг. При анализе представленной информации подчеркивались как позитивные тенденции, так и аспекты, требующие более пристального внимания. По каждому из отчетов принято соответствующее постановление. Далее был рассмотрен ряд законов, в их числе закон о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан. Одовленный сегодня нами закон досконально определил правовой статус указанных лиц. Иностранные граждане и лица без гражданства в Республике Узбекистан делятся на две категории. Те, кто временно пребывает на территории Республики Узбекистан, и те, кто постоянно проживает на территории Республики Узбекистан. Как мы знаем, те лица, являющиеся иностранным гражданом и лицами безгражданцев, постоянно проживающие на территории Республики Узбекистан, они имели вид на жительство. И до сих пор его имеют. Согласно новому закону, теперь они будут обязаны вместо постоянного вида на жительство и соответствующего документа иметь идентификационную карту. Мы в законе сделали хороший переходной момент, что если у лица, имеющая постоянный вид на жительство на территории Республики Узбекистан, истекает срок действия этого документа, то теперь он будет переоформить идентификационную карту. Пакет одобренных пополнил закон Республики Узбекистан о психиатрической помощи. Особое внимание в нем уделено. Правовым аспектом и больных психическими заболеваниями, и их родственников определены льготы сотрудникам медицинских учреждений, которые работают с этой категорией больных. Очень четко определены полномочия Кабинета министров, Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел. Особо важным является сотрудничество общества с государственными органами в этом вопросе. В целом, в первый день работы 14-го пленарного заседания Верхней Палаты Парламента сенаторами было рассмотрено и одобрено 7 законов. Продолжение следует...